Добрый вечер, мои дорогие друзья, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. Друзья мои, ну как всегда, ну некогда мне заниматься комнатными цветами сейчас, но я все-таки должна вам их показать. Ну, как сказать комнатными? Часть этих цветов пойдет все-таки на высадку на улицу. Почему? Потому что я их для этого выращивала, чтобы высадить на улицу все-таки. Конечно, я не смогу вам сегодня показать все, но часть из них я вам все-таки покажу, друзья мои. Ну, прошу вас, у кого нет терпения, можете, конечно, не смотреть. Вот, а кто хочет посмотреть все-таки, что у меня есть, давайте я вам начну показ. С чего же начать? Ну, наверное, я все-таки начну вам вот с этой красоты, друзья мои. Посмотрите, какая красота, да? Посмотрите только, только посмотрите, какая красота. Ну, ведь я все время вспоминаю свое детство в бабушкино окошечко, и вот эти красавцы цветочки у нас цвели на окнах. Они были ярко-красными, розовыми, белыми, да? Называли мы их огонек. Ну, друзья, конечно, это не огонек. Друзья, это бальзаминчики. И посеяны они, конечно же, из семян. Вы знаете, так быстро вырос этот бальзаминчик. Ну, я даже не ожидала, что он так быстро вырос. И вот посмотрите, он цветет, и у него уже образовалась коробочка с семенами, видите? Я специально не хочу ее убирать. Мне хочется попробовать вырастить из своих собственных семян, насколько быстро они взойдут. Ну, вот просто интереса ради. Вы посмотрите, как цветет бальзаминчик. Хочу сказать, что он у меня не один. У меня их оказалось четыре штуки. Ну, один уж совсем маленький, и что-то он растет очень плохо на окне у моих детей. А вот этот вот, посмотрите, какой маленький уже цветет. Кстати говоря, тот, что у детей на окне, тоже маленький и уже с бутончиком. Ну, к сожалению, оказались одинаковые, что вот эти, да, что вот этот бальзаминчик. Однако, друзья мои, как мне нравится этот цветочек. Я все время вспоминаю, что мне всегда, я любила смотреть на наши цветочки на окне. Вот смотрите, видите, везде есть семенные коробочки. И мне интересно, вырастут ли из них семена. Хотя, кто его знает, может быть и нет, потому что их никто не опылял. Итак, друзья, это вот два бальзаминчика. Я вам покажу. Вот этот бальзаминчик, друзья, мне кажется, все же таки на него напал клещ. Посмотрите, уже у него такие листочки. Его нужно срочно, срочно, срочно что-то с ним сделать, чтобы не погиб. Потому что, ну, сами видите, у него листочки какие-то все в пятнышках. Я боюсь, что это клещ. Ну, однако он цветет. Вот еще один у меня бальзаминчик. Это третий, друзья. Но, к сожалению, почему-то я не вижу на нем цветов. Странно, правда? Да, и уже такой большой, а цветочков, увы, нет. И я вот думаю, может, это совсем другого сорта бальзаминчик. Уж очень хочется скорее, чтобы он вырос. И посмотреть, ну, и зацвел. Почему же он не цветет? Не знаю. Он тоже стоит на окне у моих детей. Как видите, уже большой. Может быть, что я рано посадила его в большой горшок. Надо было его маленьком оставить. Ну, не знаю. Буду смотреть, что получится. Так, друзья мои, это что касается бальзаминчиков. Кстати говоря, у меня есть там три таблеточки торфяных. Я хочу попробовать этот бальзаминчик укоренить в таблеточках, чтобы высадить на улицу. Ну, это что касается бальзаминов. Посмотрите, ну, какая красота, друзья мои. Ну, просто красота, не правда ли? Вот, ну, вообще. И столько у него бутончиков. Он же будет цвести. Их ведь все время называли неугасимкой, да? То есть они цветут и цветут и цветут без перерыва. Ну, какой красивый, компактный кустик, я вам хочу сказать. Ну, мне очень нравится. Ну, давайте я уберу это растение. Так, покажу следующее. Следующее, друзья. Ну, я, наверное, покажу вот этот вот цветочек, который называется примула малакоидесметельчатая. Вы посмотрите, друзья. Были семена, которые я посеяла. В дворе дочка. И вы посмотрите, как замечательно выросли уже они. Но, к сожалению, нужно их обязательно пересадить. Обязательно. Иначе начинают портиться здесь вот. То есть мешают вот эти выросли. И вот эти мешают расти. Поэтому большие нужно отсадить, а маленькие пока оставить. Иначе, когда я их поливаю, они портятся. Это, друзья мои, очень красивая метельчатая примула, которая растет в комнате. Именно комнатная примула. Выращивают ее на окошечке. Вот. Я не знаю, когда она зацветет. Это новое для меня растение. Я уже один отсадила цветочек. Ну, вы знаете, вот я его рано отсадила. Вот сейчас нужно отсаживать, когда они уже большие. А маленький плохо растет сам. Он еще совсем вот такой небольшой. Вот такой вот. Понятно? Поэтому, конечно, лучше их содержать все-таки до вот такого возраста, а потом пересаживать. Так. Следующее мое растение, друзья, это бегония, которое я сеяла из своих собственных семян. Посмотрите, друзья. Вот вы знаете, на моем окне все-таки есть клещ. Правильно. Потому что там муравьи у меня. На окне прямо. И я уже их и травила, и что только не делаю. И вот они, похоже, разносят всякую гадость. Никак не могу от них избавиться. И вот посмотрите. Видите, побитый листочек. Один, правда. Остальные вроде хорошо. Хочу сказать, что посеяны были. Ну, посеяны они были, друзья мои, где-то в феврале. А 18 марта я их немножко распекировала. Не все, правда, а часть. Потому что часть была хорошо взошла, а часть мало. И я просто их хорошо пересадила. И вот посмотрите, какие уже прекрасные бегонии. Эти бегонии клубнивые. Собирала я семена из собственных семян. Из собственных цветочков у меня цвели. Образовали коробочку. Я сейчас покажу, какая образуется коробочка. Обычно на бегониях. Ну, вот на примере вот этого цветка я покажу коробочку, друзья. Чтобы вы имели представление. Вот такая вот образовывается коробочка. Обратите внимание. Вот видите? Вот такая коробочка. В этой коробочке семена. Но, чтобы они были схожими, их обязательно нужно опылять. Вот у меня было взрослое растение. Цвело оно. Я его с одного на другой листочек опылила. И образовалась коробочка, которую я сохранила, высушила и сохранила в полиэтиленовом пакетике. Прямо в коробочке в этой. Потом я зимой эту коробочку вскрыла, посеяла семена. И вот у меня взошли собственные бегошки. Так что рекомендую. Кому хочется иметь такие бегонии быстро, которые размножить можно. Это вот самим вырастить такие бегошки, опылив вручную. Я опыляла ушной палочкой. Опылив вручную самим бегошку и высушив коробочку, получить свои собственные семена. Так, друзья, это что касается бегонии такой клубневой. Теперь хочу вам показать бегонию. Маточное растение, которое я вырастила в прошлом году, друзья мои. Было у меня два, я уже рассказывала. Два вот таких растения было у меня. Вот это с розовыми цветочками, обратите внимание, да? Вот такая красота. Друзья мои, оно цветет хорошо только на окошке. Ну, прекрасно оно себя, как видите, чувствует на окошке. Ему второй год этому растению. Весной прошлого года я сеяла семена. И вот зиму я сохранила. Одну, правда, сохранить не удалось, потому что негде было его сохранять. Оно у меня стояло на полочке, но, к сожалению, на полочке ему этому растению не понравилось. И оно погибло. А вот это растение мне удалось сохранить, как видите. Вот. И посмотрите, какая получилась красота. Но факт заключается в том, что от этого растения я очень много размножила уже. Размножается очень замечательно, друзья. Вот такими череночками. Посмотрите. Это вот в этой чашечке, да? Череночки. А вот, посмотрите, какие. Я уже вперед показывала. Вот я сейчас опущу большое растение, чтобы... Итак, я убрала растение маточное, чтобы оно не мешало. Вы посмотрите, друзья. Вы посмотрите, какая красота. Уже все укорененные растения, ну, почти все, можно сказать, в цвету. Я уже вперед вам показывала, как-то эти растения, какие цветочки были. Был интересный такой вот цветочек, вот такой вот точно, полненький. Вот, и вот, как видите, все растения укорененные уже, можно сказать, цветут. Да, замечательные. Вот они даже, посмотрите, как хорошо кустятся. Вообще, это растение такое неприхотливое. Это бегония вечно цветущая, друзья. Очень неприхотливая. Лишь бы ему было свет и благо, и все. И оно вас одарит своими цветочками, будет дарить вам цветочки круглый год. Поэтому оно и называется вечно цветущая. Друзья мои, ну, в этом году я сеяла еще бегонии вечно цветущие. Я вам сейчас покажу. Правда, они у меня здесь не все. Часть у мужа в спальне, но он отдыхает. Я не хочу его тревожить. Вот, потому что время позднее уже, очень позднее. Я вам сейчас покажу. Вот еще, видите, тоже укорененные. Это вот недавно я укореняла. Здесь, кстати говоря, друзья, еще одно растение. Это, друзья, катарантус. Это тоже черенки растения. Вот хочу показать, какие уже корешочки. Обратите внимание, друзья, видите, уже нужно его высаживать. Вот, посмотрите. Вот. Кстати говоря, вот у бегонии вечно цветущей тоже, посмотрите, какие корни. Это все нужно высадить уже. Высадить обязательно в емкости, иначе они могут погибнуть, эти растения. Ну, тут не только. Тут вот еще есть такое же растение. Вот, посмотрите, видите. Тоже с корешочками, как видите. Вот, все это укоренялось, друзья мои, для того, чтобы высадить все в сад. Так. Друзья мои, я хочу показать вам бегонию вечно цветущую, которую я села в этом году. Хочу сказать, что села я бегонию вечно цветущую двух сортов. Это, ну, смесь окрасок цветов и двух сортов с разной окраской листьев. Надо сказать, что первый посев был очень неудачным. Почему? Потому что получилось, что взошли хорошо только с темными, с бордовыми такими вот листочками. Видите, какие красивые. Просто красавцы, друзья. Даже цветочков не надо. Вы только посмотрите, какая красота, да? Смотрите, блестящие такие листья, широкие. Во второй же партии взошли как с такими листочками, так и с зелеными листочками. Ну, они стоят у мужа на окне, поэтому я просто в следующий раз вам покажу их. Если интересно, заходите. Я, кстати, буду показывать проглоксинии, которые у меня взошли из покупных семян и из моих семян. И что с ними сейчас уже есть. Но это будет в следующем видео. Вот такие вот, друзья, прекрасные получились растенницы, да? Ну, конечно, эти уже большие, это из первой партии. Они были посеяны где-то в начале марта. И вот посмотрите, какая красота. Друзья, я не дождусь, когда они зацветут. Ну, просто не могу дождаться такую красоту. Так, ну, это вот, что касается бегонии вечноцветущей. Друзья мои, я уже начала вам рассказать про катарантусы. Вот я еще укореняла в емкостях. Хочу сказать, что растут катарантусы очень медленно сначала. Но как только вы их высадите в большие емкости, они будут замечательно себя чувствовать. Их надо обязательно подкормить. У меня один сорт. Белые цветочки с розовой серединкой. Было много, но пропали, к сожалению. Остались только такого сорта. Вот я их укоренила, как видите. И теперь я могу их рассадить по разным горшочкам и высадить их в сад. Еще, друзья мои, у меня есть такое растение, как фуксия. Я уже вам показывала в прошлом видео про фуксию, которую я укореняла череночким. Хочу сказать, друзья... А, да вот, хотелось еще показать вам. Вот забыла про вот этот цветочек еще. Извините, конечно. Это вот цветочек еще. Бегоний вечно цветущий. Посмотрите, как хорошо вырос. Ну, просто чудо, да? Так, да. Давайте продолжим за фуксию. Итак, друзья, про фуксию. Фуксию я укореняла несколько череночков. Почему? Получилось, ну, не с чего было брать. Фуксия у меня маточное растение. Было очень слабеньким. Меленькие листочки, потому что оно у меня стояло, друзья, вот здесь на полке. Цвета, естественно, было мало, потому что у меня все заставлено цветами. Ну, все, друзья. А окошечко у меня небольшое. Поэтому цвету, естественно, маловато растению. И, конечно же, растение мучилось. Понимаете, просто мучилось. Вот что же я сделала? Я взяла эту фуксию, переставила, как только убрала рассаду с окна у детей, переставила к ним на окно. И вот посмотрите, какая получилась красота. Да, обратите внимание, материнский куст стал прекрасно расти. Просто прекрасно, видите? И также детки тоже хорошо стали расти. Обратите внимание, какие красивые детки. Ну, это что касается фуксии, друзья. Друзья мои, вот еще один прекрасный цветок, который я черенковала, то есть укореняла черенок. Он был таким махоньким, друзья мои, махоньким, махоньким. Я думала, он не вырастет. Я взяла его, переставила на окно. Это пахистахис, друзья мои. Посмотрите, он начал цвести, но это еще не полностью расцветший цветок. У него будут еще вот такие белые язычки отсюда. Ну, это кто не знает, как он цветет. И к моему великому сожалению, или даже к моему несчастью, скажем так, я обнаружила на нем белокрылку. Друзья мои, это очень опасный вредитель. Очень опасное насекомое, которое, если вы перенесете это в сад, ваш сад полностью заселит это насекомое. Поэтому, прежде чем перенести, вот вы понимаете, я взяла, обмыла все под душем. Но у нас сегодня, как назло, отключили газ и пришлось мыть холодной водой. Вообще, надо мыть такой горячеватой водичкой, чтобы смыть всех этих, все яйца, которые она тут поналожила, обязательно. Я протерла такой мыльной салфеткой все это, но это ни о чем не говорит. Надо через несколько дней, через 2-3 дня все повторить обязательно. Значит, у меня пахистахис, вот, друзья мои, небольшой, как видите, он стоит далеко от окна, и у него бледненькие листочки, как вы видите, и он не цветет. Но как только я его перенесу на улицу, он обязательно зацветет. Вот теперь не буду ставить на окно. Почему? Потому что надо купить завтра от траву, ну, от мух там и от этого всего, побрызгать, вымыть окно хорошенько, и только тогда поставить это на окно. К сожалению, стояла там у меня и королевская пеларгония, но, вы знаете, я обнаружила, что на пеларгонии, видно, когда я брала пахистахис, перелетела всего одна единственная, яйца я не обнаружила здесь, ни следов даже, не отложены здесь. Вот, кстати говоря, королевскую пеларгонию, друзья, я тоже черенковала, вот, у меня было две разных, но одна пропала, почему-то, даже не знаю почему, по какой причине, а одна сохранилась. Это вот черенок от сохранившейся пеларгонии, а один кустик стоит у меня в теплице. Вот, он не такой пышный, эту я прищепнула. Посмотрите, получилось два, так сказать, побега, я хочу еще прищепнуть, вот, чтобы был такой пышный, красивый кустик. Ну, вот такое вот дело, друзья мои. Еще я вам рассказывала о таком растении, ну, это я просто одно взяла растенице, оно у меня, конечно же, не одно, у меня их несколько штук. Это, друзья мои, роза, ух, сейчас скажу. Друзья мои, гибискус сирийский, это тоже черенок от гибискуса, их у меня 4 штуки, один у меня стоит в пристройке, видите, уже там начинают расти новые побеги, вот, как только хорошо потеплеет и исчезнет угроза заморозков, я вынесу их на улицу, то же самое, в сад. Ну, и, друзья, ну, и, друзья, последнее, о чем я хотела, о каком растении хотела бы сегодня рассказать, это, конечно же, каванхои цветущие. Вот, посмотрите, было растение, которое я покупала в магазине Магнит, да, оно было вот такими широкими листьями, посмотрите, еще шире, это череночек же, вот, широкими-широкими листьями. Зацвело, ну, я не знаю, что там им делают, этим растением, похоже, хорошо удобряют, содержатся в маленьких горшочках. Друзья, наша ошибка, никогда нельзя сажать каванхои в большой горшок. Почему? Потому что оно вытягивается, и обязательно нужно на яркий-яркий свет. И у нее мельчают листья. Вот, посмотрите, для сравнения, вот черенки, которые были посажены в большой горшок сразу, да, обратите внимание, вот они вытянулись, да, к тому же они стояли не на ярком свету. И вот череночек, который я посадила в маленький горшочек, обратите внимание, какая разница листьев, да, видите, лист здесь какой, и здесь какой. Я его поставила на самое яркое солнце, и теперь вот посмотрите, как прекрасно смотрится это растение. Каванхой любит яркий-яркий свет, друзья. Поэтому нужно обязательно его ставить на яркое окно. Оно не боится солнечных ожогов, прекрасно себя чувствует на южной стороне окна, поэтому Каванхой любит только южную сторону окна. Это цветущее Каванхой. Оно у меня розового цвета. Вот, было красное когда-то у меня давным-давно. Вот, ну, я потом вот приобрела вот такое розовое Каванхой. Надеюсь, что оно зацветет. Нужно ему, конечно, поставить опору. Я сейчас поставлю. Ну, вот так, друзья, я подвязала его к опоре. Вот. И, как видите, оно прекрасно смотрится. Ну, вот, мои дорогие друзья, это, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня рассказать. В следующем видео я покажу другие свои цветочки, которые я тоже укореняла, а также которые у меня прекрасно себя чувствуют в моем доме. Если вам интересно, заходите на канал. А сегодня я с вами вам говорю до свидания, всего вам доброго, прекрасных вам цветов, замечательных урожаев, а главное здоровья. С вами была Валентина, канал САП и Огород. Субтитры создавал DimaTorzok